Покров Пресвятой Богородицы У этого есть свои причины. Наши предки никогда не жили легко. Отставив свои земли, им часто приходилось сражаться с сильными и могущественными врагами, победить которых было практически невозможно. И тогда они обращались за помощью Божией, молились спасить для Его Пречистой Матери Пресвятой Богородицы. В самые тяжелые и трагические моменты нашей истории, когда само существование было под вопросом, Пресвятая Богородица спасала русских людей. И тому свидетельство бесчисленные храмы и монастыри, построенные в ее честь и в честь ее покрова. Стоит упомянуть жемчужину русского церковного зодчества, храм Покрова на Нерли и, ставший символом России, храм Покрова на Красной площади в Москве, известный как храм Василия Блаженного. Мой родной Покровский собор в Камышлове символизирует любовь и милость Пресвятой Богородицы к русскому народу. Во времена тяжелых испытаний, всегда обращавшись за помощью к заступнице земли русской, он построен в честь победы в Отечественной войне 1712 года. Помощь Божия проявлялась не только во внешних обстоятельствах, как говорится, не только в бревнах, а в ребрах мировосприятий в духе русского народа, превразившегося православной верой. Это отражается даже в лексике нашего языка. С одной стороны, Покров — это броня, военный доспех русских богатырей, с другой — зримый образ совершенной материнской любви Пресвятой Богородицы ко всем людям. «Через Покров Пресвятой Богородицы нам открыла зримая сила любви, перед которой падали самые сильные безжалостные враги. Эту силу не могли победить даже врата ада. Воспринимавшие герои отдавали жизнь за други своя, побеждали врагов и побеждали саму смерть. Главный духовный закон, христианская вера и любовь даже к врагам вошли в дух и плоть нашего народа. Милосердие, сострадательность, жертвенность, великодушие стали отличительными чертами нашего национального характера. Одно из распространенных пожеланий на Руси звучит так. «Пусть Пресвятая Богородица покроет тебя своим благодатным амафором». Такие дела. Пресвятая Богородица Пресвятая Богородица